Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Брус. Смотрите сегодня в выпуске. Димитровградские спортсмены готовятся покорять Ставропольский корт. Горячая кровь ульяновских спортсменов пополняет региональный банк службы крови. Единороссы поддержали проект бюджет Ульяновской области на 2021 год. Секретные пряники и буханки белого в микрорайоне Мостовая открылась в благотворительной пекарне. В законодательном собрании Ульяновской области прошло заседание, где обсуждался бюджет на следующий год. О том, как прошла эта встреча депутатов, расскажет наш корреспондент Егор Титов. Решено поддержать. Представители фракции «Единой России» в законодательном собрании на встрече с губернатором Сергеем Морозовым высказались за проект областного бюджета на следующий год. Главный финансовый документ составлен на основании наказов избирателей. Накануне федеральные коллеги ульяновских единороссов поддержали в первом чтении бюджет страны в Государственной Думе. Доходы предполагаются в размере свыше 64 миллионов рублей. Расходы – 71 миллиард рублей. Доходная часть выше на 6% от изначального плана. И это несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса. У нас опасений никаких нет по доходной части. С 2021 года что она будет выполнена именно в том объеме, в котором нам сегодня здесь планировано. И эта доходная часть нам позволяет покрыть все расходы по здравоохранению, по образованию, ну, соответственно, и зарплаты бюджетникам, и пособиям и так далее. То есть, все расходную часть, которую мы на сегодняшний день пока видим, свернутые процедуры. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. На данное направление приходится больше 60% всех расходов. Однако, как отметил Сергей Морозов, сохраняется баланс между соцсферой и развитием региона. Мы вместе с населением и с правительством вместе с нами идем по четкой, так сказать, на хороших, правильных рельсах. И стараемся все это максимально чистить. Почти 9 миллиардов рублей направляются на развитие транспорта. Беспрецедентно большое количество средств на агропромышленный комплекс. Чуть менее 5 миллиардов. Свыше 2 миллиардов планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство. Но здравоохранение остается в основном приоритете. На медицину направляется 12 миллиардов рублей. Такие деньги прежде никогда не закладывались на отрасль. Борьба с коронавирусом за здоровье земляков находится на первом месте. Этот вызов требует не только, так сказать, вот взвешенного решения по отношению к здравоохранению, но и требует глубокого анализа и взвешенного подхода. Я обращаю ваше внимание, что бюджет составлен в условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития. А это позволяет нам повысить просто в разы точность бюджетного планирования. Во время первого чтения утверждаются основные направления бюджета. Более подробная картина составляется ко второму чтению. Его предлагается провести уже в ноябре. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новость Телл. Правда ТВ. Круглосуточный стационар Центральной городской больницы определен базой под разворачивание дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. На данный момент в медучреждении завершают подготовительные работы. Затем, как подводят кислород в палаты, наблюдал и наш корреспондент. Уже 1 ноября Центральная городская клиническая больница начнет свою работу в качестве ковидного госпиталя. До этого заболевших коронавирусом ульяновцев госпитализировали в инфекционное отделение учреждения. Теперь площадь круглосуточного стационара также отдают под нужды заболевших. В совокупности к началу ноября будет развернут госпиталь на 711 мест. К каждой палате проводят кислород. В настоящий момент ведется кислородная проводка на седьмом этаже корпуса. Планируется дополнительно оснастить кислородом 359 точек кислородом. В субботу мы получили кислородные консерваторы. 100 штук для обеспечения кислородом пациентам, которые имеют сатурацию ниже 93%. Также определены места установки шлюзов для безопасности движения медицинского персонала. С ходом подготовки ознакомился глава региона. Спасибо огромное и строителям, и министерству, и руководству государственного учреждения здравоохранения за то, что развернули работы. Но одновременно, я только что сейчас высказал свое пожелание и даже в какой-то степени удовольствие. Не надо сидеть и ждать, когда мы получим полное обоснование от Министерства здравоохранения по каждой запятой. Маршрутизация пациентов Заволжского района уже проработана. Помощь больным с нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом будет оказываться в областной больнице. А больные нейрохирургического профиля и с другими патологиями будут направлены в областной центр специализированных видов медпомощи. По информации Министерства здравоохранения, в больницах достаточно места, чтобы оказывать помощь всем поступающим пациентам. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Спортивные сообщества региона всегда выступают за популяризацию здорового образа жизни. Член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина Елисеева обратилась с призывом к спортсменам региона сдать донорскую кровь. В условиях распространения коронавируса наблюдается нехватка запасов крови. Спортсмены охотно откликнулись на просьбу и пришли на областную станцию переливания. Подробности в сюжете Антона Никонова. Представитель Ульяновской области Федеральной общественной палати Елена Истягина Елисеева предложила ульяновским атлетам сдать донорскую кровь. Из-за пандемии доноры все реже посещают службу крови, запасы ценового материала уменьшаются. Елена Александровна отмечает, каждый может нести свою небольшую лепту для здоровья окружающих. Если ты хочешь что-то сделать, ты идешь и делаешь. Пусть что-то небольшое, малое, но тем не менее твой вклад, твоя вот эта самая лепта в общее дело, в общее выздоровление, в чье-то здоровье. Это важное мероприятие, поэтому мы с коллегой из общественной палаты Ульяновской области Олегом Калмыковым, у которого, кстати, сегодня день рождения, пришли и позвали наших друзей, наших коллег в спортивную общественность сдавать кровь. На протяжении нескольких дней ульяновские борцы, пловцы, биатлонисты и дзюдоисты будут сдавать кровь. Как известно, у спортсменов большие сердца, и у спортсменов кровь горячая, красная и ядреная. И, конечно, я очень рад, что мои коллеги откликнулись на призыв и общественной палаты, и нашего Олимпийского совета поучаствовать в этой благородной акции. Я считаю, что спортсмены всегда были на передовой и во время войны, и в мирном строительстве. Сегодня такая нужда в стране, что не хватает донорской крови. Мы, естественно, откликнулись на этот призыв и с удовольствием, с чистым сердцем идем сдать кровь. По словам главного врача ульяновской станции переливания крови Марата Хапмана, в связи с пандемией в регионе приостановлена выездная деятельность забора крови на предприятиях и в районах области. Поэтому помощи спортсменов только рады. Огромное спасибо, что своим примером, так сказать, показывают и, естественно, привлекают огромное количество доноров. Еще раз повторяюсь, кровь не течет из крана, она нужна, так сказать, от здоровых людей, естественно. Как вы себя сейчас чувствуете? Чувствую себя замечательно, участным к большому делу. Возможно, моя кровь кому-то спасет жизнь. Напомню, донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Среди временных противопоказаний перенесенные заболевания менее чем за месяц до сдачи крови и поездки за границу. Донор должен весить не менее 50 килограмм. Температура тела в день кровосдачи должна быть не выше 36,9 градусов по Цельсию. Диапазон частоты пульса в пределах от 50 до 100 ударов в минуту. С более подробными противопоказаниями можно ознакомиться на официальном сайте Ульяновской станции переливания крови. Антон Никонов, Владимир Куликов, Новости, Уллправда, ТВ. В микрорайоне Мостовая появился новый социально значимый объект. Во что вложили 400 тысяч рублей и недели тренировок, расскажет Виктория Черкова. Всех накормить ни о ком не забыть. В микрорайоне Мостовая у Ульяновска открылась пекарня. Да не простая, а благотворительная. Хлеб и кондитерские изделия, испеченные в ней, отправляются малоимущим мостовчанам. Разносят продукты волонтеры, местная молодежь. Нуждающихся насчитывается более 200 человек. Действительно, сейчас условия коронавируса, пандемии, как раз и мы решили, чтобы действительно помочь нашим жителям. Если мы раньше раздавали продуктовый набор, то сейчас мы решили открыть, как можно сказать, школу пекарня, потому что пекарня – это когда пекут и продают. А мы же здесь, допустим, учимся, учимся готовить, учим печь. Четыре местных жительницы в совершенстве научились печь пшеничный хлеб и ароматные пряники. Старшие по территориальному общественному самоуправлению сами разработали дизайн и рецептуру изделий. Буквально неделю назад умелицы выпекали по паре буханок на пробу. Тренировки дали результаты. На данный момент в сутки они производят от 25 до сотни кирпичиков. В дальнейшем линейку продукции хотят расширить, добавить в ассортимент зерновой диетический хлеб. Кулинары не только готовят сами, но и передают мастерство подрастающему поколению. Рецептуру пряников знают только местные пекари, потому что эти сладости планируется сделать брендом микрорайона. Пряник он на то и секретный, чтобы рецепт никому не говорить. Поэтому рецепт однозначно не скажу, попробуйте, скажите, что там есть, чего нет. Одни с фруктовой начинкой в форме сердечек, другие прямоугольные с печатью. На расписных пряниках зашифрована информация, которая раскрывает колорит и историю мостовой. Этот пряник не только вкусный, но и красивый. На нем изображены традиционные символы этой местности. Под весной легендарный мост, лучшие друзья мостовчан, кошка и собака. И дата основания села 1649 год. Виктория Черков, Данил Сурков, новости Уллправды ТВ. 5 ноября в Ставрополе стартовый чемпионат России по парабадминтону. Наш город и Ульяновская область представит 8 человек, шестеро из которых – димитровградцы. Сейчас ребята активно готовятся к предстоящим состязаниям. На одной из тренировок побывала Наталья Абанина. Удар за ударом, партия за партией. Димитровградские парабадминтонисты перешли на усиленный режим тренировок. Ребята готовятся к поездке в Ставрополь на предстоящий чемпионат России по парабадминтону. К этой цели ребята шли больше года, становясь победителями и призерами различных межрегиональных и всероссийских соревнований. Приготовка идет на хорошем уровне, на очень сильном уровне. Готовимся 3-4 раза в неделю. Осталась у нас последняя неделя до отлета. Очень много, во-первых, профессионального тренировочно-спортивного опыта. Во-вторых, и даже возможность завоевать награды и высшего, и среднего, и бронзового достоинства. И получить для учеников стипендии Минспорта России. В состав сборной команды Ульяновской области вошло шестеро димитровградцев и два участника из Ульяновска. Всего же на соревнования съедется порядка 50 пара спортсменов, которые могут составить друг другу хорошую конкуренцию. Готовимся максимально быстро и четко. Соперников на чемпионате России выделить не могу, но на чемпионате России съезжаются все сильнейшие. Я всегда настраиваюсь на самый высокий результат, но там как выпадет жеребий и как сложится удача. Для меня это участие, прежде всего, это повышение опыта и повышение своей игры. Старт чемпионата России по парабадминтону запланирован на 5 ноября. Завершающие игры и награждение победителей и призеров должно пройти 10 ноября. Наталья Абанина, Анжелика Боровинов, Станислав Ходорев. Специально для Уллправда ТВ из Димитровграда. По информации синоптиков, в предстоящие сутки ожидается ясная погода. В дневное время столбик термометра удержится на отметке 2 градуса по Цельсию. Ветер западный 4 метра в секунду. Ночью ожидаются заморозки. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на нашем сайте. До свидания. Коронавирус – это лотерея, но маска уменьшает риск выигрыша джекпота. Я выбираю безопасность. Да, маски – это не всегда удобно. Но я готова ее носить, так как это спасет мою жизнь. Я не могу заставить вас надеть маски. Правительство тоже не может. Вы можете просто пустить все на самотек и надеяться на лучшее. Шансы, что вы не заразитесь без маски, тоже достаточно велики. Но помните, что коронавирус – небольшой любитель статистики. Он заражает любого, кто сталкивается с ним, не думая о числах. Маска – это не просто аксессуар, защищающий от заражения. Это ваш знак уважения к жизням окружающих. Носите маски, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok